Всем привет! На данном канале я буду делиться своим опытом работы в Blender. Если это видео наберет хотя бы 10 лайков, и я пойму, что контент к вам заходит, я буду продолжать снимать обучающие видео по моделингу. В данном видео я подготовил несколько кубов. У каждого куба допущена какая-то ошибка в сетке. И на примере каждого куба я вам покажу, как эти ошибки исправлять. Начнем вот с этих трех кубов. Здесь речь идет про параметр Scale. Этот параметр, он отвечает за масштабирование объекта. Чем больше здесь значение, значит, настолько сильно был увеличен куб. Изначально объект создается в масштабе со Scale 1. Вот куб создался, и у него здесь Scale 1. Очень маленький. Я могу его отскейлить, и это значение тогда будет здесь увеличиваться вместе с размером куба. Scale можно сбрасывать через горячую клавишу Ctrl-A. И иногда это необходимо. Сейчас покажу пример, когда. Сейчас здесь у нас Scale почти 2,5 значения. Я жму Ctrl-A-Scale, и вот он сбросился. Вот куб, который был увеличен в 19 раз. И на него был накинут модификатор Bevel. Размер фаски 10 мм по углу. Вот фаска работает. И этот куб, он имеет размер почти 2 метра. Вот аналогичный куб, такой же размер у него абсолютно, но тот же самый Bevel, 10 мм по углу, он здесь плохо работает. И вот это как раз тот пример, когда Scale нужно сбросить. То есть вот здесь фаска работает правильно, потому что это реально размер куба, и Scale у него единица. Фаска, соответственно, будет маленькая. Чем больше объект, тем меньше для него становится паска. А здесь, сначально куб был создан маленький, и для него эти 10 мм кажутся очень большими, это значение. И поэтому, если я здесь сброшу Scale, то, соответственно, эта фаска станет для него маленькая. То есть она будет принимать реальное отношение к размеру куба. И вот тот пример, когда Scale нужно сбрасывать. Дальше поехали. У нас есть объект, у которого общая сетка, но в нем соединено два объекта отдельных. Это делается через командру Ctrl J. Вы потом в со временем поймете, зачем оно понужно, будете применять. Если, допустим, вы не хотите буллить два объекта, то вы можете их просто объединить через команду Ctrl J. Обратно эти объекты можно разъединить через... Все выделяем в режиме редактирования, нажимаем P by loose parts. И вот два куба у нас объединились. Погу их обратно соединить через команду Ctrl J. Для этого я выделяю первый куб, второй, нажимаю Ctrl J. Все. Как вам это применять? Уже на ваше усмотрение. Дальше. У нас идет куб, два куба. И здесь мы проверяем планарность полигонов. Вот. Как посмотреть вот эту планарность. Вот, например, здесь на глаз видно, что полигон с полигона вывернута. Плендер, он всегда пытается триангулировать полигон. Здесь это видно вот по блику. Если этот полигон пытается вывернуться. То есть точки находятся не на одном уровне. И параметр этот можно проверять через Mesh Analyze. Вот сюда заходим. Mesh Analyze, Distortion. И ставим значение, например, максимума до минимума. 0,1, например. Чем меньше значение, минимум, тем лучше реагирует Blender на поиск таких полигонов. То есть он ищет точнее. Изначально вот эта точка, она была на одном уровне. Вот так вот. Серая, значит, полигон ровный. Если у вас в сетке встречаются вот такие полигоны, иногда это допускается, потому что геометрию можно так строить, особенно если она не плотная, и такие полигоны у вас будут возникать. Самое главное, что если у вас возникла проблема с шейдингом, вы можете использовать Mesh Analyze для проверки полигонов. И где-то можно полигон подправить, например, вот здесь. И все, у вас шейдинг здесь будет ровный, идеальный. И хочу обратить внимание, что модификатор Subdivision уменьшает полигоны, то есть подразделяет их, и тем самым Mesh Analyze становится менее восприимчивым. То есть здесь был у нас зеленый полигон, желтый точно, а стал синий. То есть он стал более ровным и планарным. То есть вот когда я двигаю точку, она становится синяя. В какой-то момент, видите, блик идет, то есть серая. То есть он выравнивается. Вот. Subdivision полигоны такие выравнивают. Также хочу обратить внимание, что быстрый способ найти Mesh Analyze, полигон, то есть это включить Mesh Analyze. Здесь такие полигоны красным подсвечиваются, но не всегда. Ну, просто красные полигоны, они вам не нужны, то есть вы должны их исправлять. В данном случае Tengon, вот я его закрыл. Вот. Здесь, ну, тоже пятая точка не на своем месте, не важно. То есть это просто пример, что здесь тоже полигон не планарный. И это может создавать вам проблемы. Например, кстати, вот мы можем посмотреть шейдинг через MatCup Shack. Я кручу, и здесь видно, что здесь сильно прямо искажение идет. Он неправильно бликует. Вот здесь, видите, он прям хорошо бликует. Это значит, что там сетка ровная. А здесь она кривая. И здесь, видите, MatCup не мелькает. Он ровный. Так что там, где сетка кривая, там будет MatCup барахлить. С этим разобрались. И вот еще один куб. Если у вас задача стоит проверить, плоско ли это сетка, вы можете перейти, допустим, в этот режим, включить прозрачность и приблизиться. Увидеть, что каждая точка на своем уровне, то есть она ниже, ни выше, но это немного неудобно. То есть каждую точку проверяется очень долго. Вот здесь мы видим, что эта точка вверх задирается. И это тоже может создавать проблемы с шейдингом. Это может быть, например, невыполненное условие для заказчика, если он вам говорит, что все эти полигоны должны быть на одном уровне. И вы должны это контролировать. Так вот, как это проверить? Через функцию Капланара идем в раздел Select. Далее Select Similar и вкладка Капланара. У меня горячие клавиши. Так что я всегда выделяю один полигон. Нажимаю End. И у меня подсвечиваются все ровные полигоны. Точно себя выставил одну сотку. Это достаточно точное значение. Чем выше значение, тем он, соответственно, хуже ищет. Вот единицу я поставил, и они тоже закрасились, выделились. И вот я поставил сотку. И здесь эта точка, она у нас определилась. То есть мы, допустим, можем это исправить там GZ и привязаться по точке. Все, исправили. То есть тоже можете использовать в работе и контролировать пландарность стенок. Дальше. Это вывертый нормали тоже может быть причиной, почему у вас могут быть артефакты. Или не работать модификаторы. Проверить нормали можно через вкладку Uport Overlays. И здесь есть Face Orientation. Я сюда никогда не захожу. У меня просто Backspace. Видите, я нажимаю Backspace и сразу переключаюсь. Это намного удобнее и экономит время. Иногда нужно вывернуть полигон принудительно. То есть, сейчас покажу. Вот, допустим, я хочу, чтобы этот полигон был красным. Я нажимаю команду Shift-N и нажимаю Inside. Вот. Либо Alt-N у вас, скорее всего, будет горячая клавиша. И вы здесь находите Recalculate Outside. И видите, вот я выделил все. Нажимаю Alt-N и Recalculate Outside. И он выворачивает. Ну вот. А теперь я хочу этот полигон сделать красным, потому что мне так надо в задании. Я нажимаю Shift-N и нажимаю Inside. И этот полигон становится красным. И, соответственно, у вас в основном всегда полигон должен быть синий. Вы должны это контролировать. Это, я думаю, понятно и многие знают. Дальше. Речь идет здесь о двойных полигонах. Они могут накладываться друг на друга. Видите? Как это могло произойти? Например, вы нажали EZ, а потом нажали Escape. И у вас образовали здесь и двойные вершины, и двойные ребра, и сам полигон, в общем, накладывается. Это можно также искать через аддон 3D Print. Аддон можно поставить через настройки. И здесь его в поиске найти. Вот. Мы выделяем все, нажимаем Check All, и он нам подсвечивает такие проблемные полигоны. Вот он, Zero Faces. И вот такого полигона можно избавиться. То есть, например, можно нажать How? Выделить все. And By Distance. Удалилось 4 вершины. И больше здесь такой проблемы нет. Это, я думаю, тоже многие все знают. Поэтому долго на этом останавливаться не были. Дальше. Мало кто знает, есть такая команда, как Loose Geometry. Она ищет точки, которые никак не соединены с вашим основным мешем. Переходим в режим точек. Дальше Select. И Select All By Trade. Здесь команда Loose Geometry. Кстати, все эти команды я добавляю в панель Quick Favorite. Позволяет меньше времени тратить на все это. Я нажимаю Q, Loose Geometry, и вот эта точка, она мне подсветилась. Такая точка просто является лишней, и может создавать артефакты в будущем. Нажимаю X, V и удаляю. Все, с этим разобрались. Дальше. Иногда стоит задача находить ребра определенно меньше длины. То есть, например, найти все ребра длины меньше 50 мм. Ну, вот, например, заказчик дал вам такую задачу. Надались так, чтобы не было ребер меньше 50 мм. Или вы сами себе такую задачу поставили. Так вот, чтобы проконтролировать себя на поиск ребер меньше 50 мм. Вот, например, таких ребер. То как это делается? Выделяется объект. Режим редактирования. Создается, например, точка. Выделяется. Приближаемся максимально близко. Делаем EX. Прописываем здесь 50 мм. И на самом деле, Blender здесь создал объект 50 мм. Но, скорее всего, эти 50 мм есть небольшой хвост в виде тысячных. Чтобы от них избавиться, надо этот ребро чуть-чуть уменьшить. Выделяем точку GX и через SHIFT ведем левее. Видите, я веду левее, а значение не уменьшается. Значит, там есть какой-то хвост. И вот я останавливаюсь примерно вот здесь. Все. Теперь это практически ровное ребро 50 мм. И иду во вкладку SELECT. SELECT SIMILAR. И вкладка LENDS длина. Нажимаю. Или у меня SHIFT G, LENDS, опять же, горячий клавиш. Мне так удобнее. И вот Blender, 1, 2, 3, 4. Находит 4 ребра. Меньше 50 мм. Если вам эта функция полезна, используйте. Дальше поехали. Еще одна проблема. Это фейсы, которые находятся внутри вашего меша. И они не нужны, потому что их никогда не увидят. Если объект, вот этот купол, он планировался быть замкнутым, то вы никогда внутренний полигон не увидите. Поэтому он лишний, его надо удалить. Как это сделать? Во-первых, как его найти для начала? Режим редактирования. Вкладка SELECT. Далее SELECT ALL BY TRADE. И INTERFACE. Вот он. Blender нашел этот внутренний полигон. Нажимаем XF. И все. Мы его удалили. Проблема решена. Дальше. INGONE. Ну, это вы знаете. INGONE иногда... Иногда от них можно избавляться, если вы будете треангулировать модель. То есть INGONE на плоской поверхности особо проблем не делает. Если проблем с шейдингом нету, то, думаю, такой INGONE можно ставить. Но в Subdiv, там, где, понимаете, модификатор Subdivision, INGONE лучше не использовать. Поэтому от них надо избавляться как либо закрыть этот INGONE в данном случае, либо просто совместить вот эти две точки вот так. Ну, все. И здесь будет... Здесь точки не объединились, поэтому я выделяю все. INGONE BY DISTANCE. Все, точки объединились. Теперь здесь четырехугольник. Эта задача решена. Дальше. Опять же. Мы работаем над своей сеткой, делаем ее более качественные. Такие лишние лупы, они создают нагрузку на RANDOM. То есть лишняя работа. Поэтому если ребро не держит форму объекта, то его надо удалять. То есть вот я выделил луп. Дальше CTRL-X я его удалил. Также плавающие точки. Они не держат геометрию. Поэтому я делаю CTRL-X. Например, вот это ребро, оно, понятное дело, оно держит. Видите, я удалил, и форма поменялась. Такие ребра мы не трогаем. И последнее, что я хотел сказать, это вогнутые углы на четырехугольниках. Вот не таких часто бывает попадать. Если, например, там отверстие где-то, а здесь, например, наружный диаметр, то вот так оставлять нельзя, такие четырехугольники. У нас же есть правило, что лучше четырехугольник, чем треугольник. Но это исключение. Такие ребра, точнее, такие полигоны с вогнутыми углами, исключение. И их лучше закрывать. Поэтому я нажал J, и такой полигон закрыл. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Если данное видео наберет 10 лайков, я буду выпускать еще видео. И подписывайтесь на канал. Всем пока.